Приветствую вас, Марина. Прежде всего хочется сказать, что если вы говорите о том, что у вас эмоциональная сторона не в порядке или в плаченном состоянии, то вам рекомендуется все-таки психотерапия, работа с психологом, а вам рекомендуется все-таки индивидуальная работа. Да, потому что как бы эмоциональную сторону вот так вот за один ответ не выправить. Это я надеюсь вы понимаете. То есть вы отдаете себе в этом отчет, надеюсь. Дальше. Значит. Вы пишете, как побороть страх, который исходит из прошлого. По сути, вам необходимо сначала разобраться, с чем связан этот страх вообще. Вот. То есть, ну какой он, да? Вот. Вам необходимо ответить себе на этот вопрос сначала. Чего именно конкретно вы боитесь? Вот. Дальше. Значит. Вы пишете. Так. Значит. Прошел год. Так. Происходит ситуация, когда я вспоминаю о нем, начинаю вспоминать все это, боюсь лишнее что-то написать и сказать. Вот в чем здесь опасность для вас конкретно. В чем? То есть, вот мне кажется, что вам нужно определить здесь. Что за опасность конкретную, вы видите, собственно говоря, для себя в той или иной ситуации. Вот. Ну, в данном случае, речь идет про человека, да, про молодого человека. Дальше. Значит. Я боюсь, что он будет меня привозить, у меня страх какой-то немедленно просыпается. Я так думаю, что речь идет здесь о том, что бы себя защитить. Я так думаю, что защиты вам, как раз, эээ, такие, ээм, не хватает, ээ, чувства защищенности. Вам не хватает джипов защищенности, а оно, в общем-то, критически необходимо для Вам. Тут, конечно, нужно идти, как говорится, по следам, по следам, страхам и смотреть, чего конкретно вы боитесь. Дальше начинается какая-то паранойя, а паранойя это, собственно говоря, реальная угроза, реальная угроза. Это реальная угроза Вам. То есть, если человек чего-то боится, то есть какая-то, скорее всего, реальная причина, а, значит, ну, для того, чтобы бояться, того, чтобы переживать. Ну, другое дело, что к этому нужно правильно относиться, да? То есть нужно адекватно относиться к этому. А в данном случае я так полагаю, что Вы пытаетесь себя убедить в том, что, ну, это фигня и что бояться Вам не нужно. Ну, опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть, паранойя есть причины, паранойя есть причины, и эти причины, их нужно исследовать, так же, так же, как и, собственно, говоря, все остальное. Вы боитесь именно по той причине, что вот эмоционально, да, Вы, к примеру, допустим, эмоционально Вы неустойчивы. Да? Вот. Отсюда страх. То есть, вы чувствуете себя недощищённым. То есть, нет у вас личных границ. Что, конечно, я бы сказал, не такая уж и странность, учитывая, что вы были в отношениях с алкоголиком, да, боролись с его алкоголизмом, вот, ну и так далее. То есть, как бы, на мой взгляд, здесь всё в некоторой степени взаимосвязано. Быть может, вы считаете себя виноватым перед кем-то. Я не говорю, что это обязательно так. Но, может быть, если чувство вины есть, то от него вам тоже желательно бы избавиться. И опять же, опять же, в рамках одного вопроса, к сожалению, от чувства вины избавиться вы не сможете, потому что живёт с ним не первый день, и оно вам для чего-то нужно. А понять выгоду, вашу выгоду, которую вы имеете от, ну, от чувства вины, допустим, или от страха, можно только в процессе беседы с вами, чтобы направить вас, направить ваши мысли в нужное направление, в конструктивное направление, в конструктивное русло, чтобы, вот. Так что, здесь, эээ, вот, вот, такой момент. Дальше. Идём. Так, в главе рисуются разные ситуации страшные. Вот, понимаете, когда рисуются разные страшные ситуации, то это тоже, эээ, как ни парадоксально, вам для чего-то нужно. Зачем-то. Конечно, сказать вот так зачем, возможности не представляется. Но, как правило, эээ, как правило, это сублимированная потребность в внимании, в значимости. То есть, вам хочется, чтобы с вами что-то произошло, вам хочется, чтобы с вами что-то случилось, к примеру. Эээ, ну, чтобы, потом как-то это, например, использовать, эээ, ну, может быть, для своих целей каких-то. Вот. Что-то, опять же, у этого есть какая-то выгода. Выгода. Вот. И я отдаю себе отсчёт в том, что вы, может быть, не понимаете, в чём это выгода. Это, 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 это нормально, это нормально, что вы можете не понимать, в чём выгода. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, эээ, она есть, скорее всего. Вот. Дальше, эээ, если появятся новые отношения, пишите вы, он напомнит о себе. Хорошо. Эээ, предположим, 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 вот, предположим, что у вас действительно появились новые отношения, и он действительно о себе напомнил. И, что дальше? То есть, что такого страшного для себя вы видите в том, что он о себе напомнит? То есть, это и есть жертвенная позиция. То есть, когда вы боитесь, что кто-то что-то сделает, сами самостоятельно, как будто бы. Ну, вообще, снимая с себя, ээ, всяческую ответственность за это. То есть, человек может делать, ну, вообще, всё, что угодно, объективно. Объективно он может делать всё, что угодно. Объективно он может поступать как угодно. То есть, это вообще его личное дело. Вас это не касается. Но быть готовым к тому, что это может произойти, конечно, необходимо. И иметь для себя уже готовое решение на случай, если это всё-таки произойдёт. То есть, не чешет себя мыслью, что этого, ну, что это не произойдёт, а допустить, что это таки может случиться. И если это случится всё-таки, то как, как я на это реагирую? Как я буду на это реагировать? То есть, уже чтобы вы были подготовлены. Понимаете? Вот это, пожалуй, точно вам нужно. А пока что, вы просто, ну, пытаетесь убежать от этого. Вот. Возможно, потому что, опять же, не уверены в себе. Вот. И не считаете для себя возможным, там, к примеру, ну, к примеру, как-то поступать. То есть, вы не считаете для себя возможным, например, ему сказать «нет» или что-то ещё. И возможно, возможно, это только по той причине, как только по той причине, если вы до сих пор испытываете к нему какие-то чувства. То есть, вы от него ещё не, ну, условно говоря, там, не отошли, к примеру. Вот. Вот просто, просто не отошли. И, опять же, в этом случае лучше вам будет, лучшим решением для вас будет признать этот момент, что я ещё его не забыл, к примеру. К примеру. Я его ещё не забыл, что он для меня ещё что-то знает. Вот. Да, это будет неприятно. Может быть, это будет неприятно. Но, по крайней мере, вы будете с собой честны. И если вы будете с собой честны, то вы будете видеть реальный мир, таким, какой он есть, а не таким, каким вам хочется, чтобы он был. Дальше. Что его друзья что-нибудь ему скажут в этом роде. Опять же. Опять же. Ну, скажут ему друзья. Хорошо. И что дальше? Скажут и скажут. Что-то в этом смысле. Не всё ли равно? Если хотят, пусть говорят. Если, если хотят, пусть говорят. Как это, как это всё относится к вам? Самое, что вот, главное. Дальше. Идём. Так. Когда мы с ним били, он часто обзывал меня и пару раз бил. Я бы не сказал, что это именно он вас бил. Я бы сказал, что вы позволяли себе, вы позволяли себе мириться с тем, что он вас бил. По какой-то причине. Это вот вопрос, скорее, именно, именно к вам. Почему я позволял ему так с собой вести. Вот. Вот и всё. И если мы ставим вопрос таким образом, что многие вещи сразу становятся понятны. А главное, главное, что всё это начинает зависеть только от вас. Не отговор больше. Понимаете? И тут вы чувствуете уже в себе силу. И возможность как-то на ситуацию повлиять. И всё. Дальше. Эмоциональная сторона у меня в положительном состоянии. Как бы и быть. Ну, для начала перестать оперировать теми моментами, да. что за страх нужно побаровать. Его не нужно побаровать, потому что он вам необходим. Так, через страх ваше подознание пытается сказать вам, что он не в порядке. С вами. И побаров, например, страх свой, вы, ну, в общем, хорошего-то для себя ничего не сделаете. Совершенно. Вот. 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 первый. Дальше. 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 С повышением, с повышением уровня своего, уровня эмоционального интеллекта. Сделать это можно, в частности, с психологом. Дальше. С чего начать? Этот Груз не дает мне нормально жить. Нет, дело не в Грузии. Но там, на самом деле, не в Грузии проблема. Проблема немножко в другом. В том, что вы изначально жить не очень, не очень хотите. Вы изначально, не слишком заинтересованы в своей жизни. Вы изначально не слишком ориентированы на себя. Почему и происходит подобная история. Именно по этой причине. То есть, необходимо, как раз таки, определить, что вы хотите делать, чем хотите заниматься. Вот. Давайте, какая штука, и всё, и всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.